Приветствую всех на своем канале. Показала Диана свой образ дня, сказала, что она нарядилась так в честь Хэллоуина. И тут все стало на свои места. А я сколько смотрела на ее бестолковый выбор одежды, на то, как она нелепо одевается, и никак не могла понять, почему так происходит. А после ее объяснения, что вот этот наряд был выбран ею не случайно, а в честь праздника, я поняла, что Хэллоуин у нее каждый день. Это ради контента или они действительно только и думают о еде? То, что ТВшка на ней зациклена, в этом я уже убедилась. Ее блевать на контент, на канал, что там сын показывает, ее это не интересует. Она спит, ей снится еда. Проснется, она только о ней думает. Она может говорить о еде часами, без остановок. В общем, с Бабой Таней все понятно. У Самвэла тоже все крутится вокруг еды, продуктов, холодильника, диеты. Диана тоже такая же. Нескончаемые закупки еды. Постоянные разговоры о том, что она хочет выпить какой-то напиток. Или съесть какую-то определенную еду. Или же приготовить ее. Вот я и задаюсь вопросом. Все это делается для того, чтобы показать и о чем-то поговорить на своем канале. Или они в самом деле помешаны на этой еде. Унаследовали это от своей бабки. Помню, как Диана буквально бредила тем, чтобы попробовать кофе из Старбакс. Она как надоедливый комар, без конца об этом пищала. Она до такой степени себя накрутила, что когда она его попробовала, то испытала разочарование. Ей он совершенно не понравился на вкус. Если она приезжает в город, где есть Макдональдс, она с выпученными глазами бежит туда, чтобы хоть что-то там купить и съесть это. Узнав, что родители поехали навестить бабу Таню, она попросила их привезти бургеры и картошку. Этот ролик она начинает с той информации, что сейчас она будет пить тыквен и латы. Нашла кофейню, в которой он продается. И она не просто об этом сообщает, делясь со своими подписчиками информацией. Достаточно взглянуть на ее лицо, чтобы увидеть этот бушующий поток радости. Сбылась мечта всей ее жизни. Она сейчас пойдет пить тыквенный латте. Далее у нее в планах посетить эндокринолога. Зрители канала еще не знали Иру, но уже знали о том, что у нее проблемы с щитовидной железой. Ей даже делали операцию, а Самвел в это время приезжал, чтобы присмотреть за ее маленькими детьми. Больше это сделать было некому. Именно от Самвела мы узнали о том, что у Иры есть такое заболевание. Зная эту проблему у матери, Диана сказала, что ей не следует откладывать визит к этому врачу в долгий ящик. Также Диана рассказала, что планирует участвовать в конкурсе. Сольно выступать она не хочет, а предпочитает выступать с группой. Вполне разумно с ее стороны. Так как танцует она, лучше делать в группе, но там, по крайней мере, можно затеряться. Пока внимание зрителей будет рассеиваться на одну девушку, на другую, глядишь, ее особо-то и не заприметят. Некоторые певцы тоже начинают с того, что собираются в группы, но потом, когда оперяются и чувствуют, что у них достаточно сил, опыта и таланта, они уходят из группы и отправляются в свободное плавание. Но зачем им теряться среди толпы, когда они могут сверкать звездой самостоятельно? Она как-то говорила, что ей, в принципе, не нравятся эти конкурсы. Она нервничает, расстраивается. А чего ей нервничать? Чаще всего она соперничала с малолетками. Ну, о чем там вообще вести разговор? Еще она сказала, что вообще не хочет выступать сольно, так как у нее не готов костюм. Отмазка, конечно. Костюм у нее готов, его нужно только забрать. Она практически не занимается толком танцами. Она сейчас полностью сосредоточена на своей работе. Раньше, когда она занималась танцами более серьезно, она постоянно показывала домашние тренировки. А сейчас очень часто можно услышать, как она пропускает даже занятия в студии. О домашних тренировках вообще речь не идет. Поэтому, ну какие там ей конкурсы? Поделилась она и тем, что сказали мужу по поводу его спины. Стерлось у него нервное окончание. Ему категорически нельзя было заниматься таким травмоопасным спортом, как футбол. И когда он им стал заниматься, постоянно падать, так как он вратарь, эта проблема очень быстро дала о себе знать. И теперь, судя по всему, ему придется бросить футбол. А он так хотел долго попасть в эту команду. И вот теперь, когда его мечта сбылась, появилась существенная преграда в виде здоровья. А в чем проблема? Диана сказала, что они такие люди. Несмотря на то, что своими увлечениями они угробляют свое здоровье, они все равно будут продолжать этим заниматься, так как не видят своей жизни без этих увлечений. Она говорила об этом буквально вчера. Сегодня уже поет другую песню. Здоровье превыше всего, и это нужно понимать. Поэтому футбол Леши, скорее всего, придется бросить. Так почему же она в таком случае не бросит занятия танцами, которые угробили уже ее спину и колени, и продолжает угроблять? Диана сказала, что все равно буду ходить. Несмотря ни на что. Оба пустые поверхностные люди, твердолобые и упертые в своей глупости. У них не хватает разума, чтобы бросить одно увлечение, которое вредит, и найти себе другое. Есть люди, которые кардинально меняют свою жизнь, переезжают в другую страну, меняют сферу деятельности, учатся чему-то новому и открывают для себя новые горизонты. Им обоим еще не тридцати. Люди гораздо старше их не боятся выйти из зоны комфорта и начать делать что-то новое, жить по-новому. А эти двое, как древние старики, ноют, скрипят, цепляются за привычное. Иногда так хочется смахнуть с них паутину и многовековую пыль, которую я на них вижу. Они как те хомяки, которые бегают в колесе по кругу и не знают, что есть другой мир, помимо этого колеса. Им бы в этом отношении поучиться у Самвелла. Тот даже если и боится выйти из зоны комфорта, но все-таки это делает при необходимости. Он с детства такой, если вспомнить его рассказы. Еще мальчишка он придумал ходить и продавать еду отдыхающим на пляже. Либо делать фотографии, для чего он и выпросил у матери полароид. Свиней хотел разводить на продажу. Работал на стройке, работал на рынке. Устроился работать в театр. Денег не хватало, взялся вести канал в YouTube. Потом решил открыть кулинарный канал. Теперь вот еще и музыкальный. Признают его творчество или нет. Он все равно продолжает идти вперед. И то, что зрители его высмеивают, его не останавливает. Наоборот, это подстегивает двигаться вперед и добиваться успеха. Недавно он рассказал, что наконец-то что-то получилось у него такое, о чем он давно мечтал. Возможно, что на днях или раньше он скажет, что его пригласили на телевидение для участия в какой-то музыкальной передаче с одной из его песен, почему бы и нет. Он уже на телевизионе, там мелькал в разных программах. Ну вот теперь поучаствует и в музыкальной. Мало ли, что кому-то не нравится, как он поет. Ведь есть люди, которым нравятся его песни. Он правильно делает. Натыкается на преграду, но не разворачивается назад при первой неудаче, а продолжает двигаться вперед. Терпение и труд все перетрут. Возможно, что и у него все получится. Проблемы со здоровьем – это одно. А тематическую вечеринку отменять никто не собирается. Диана уже к ней приготовилась. Возможно, зрители, сказала Диана, посчитают это детским садом, но ей этого так хотелось. После того, что мы уже видели и слышали на ее канале, эта вечеринка лично мной не будет восприниматься как плюс или минус. Хотят – сделали. Показала она, как готовит эти нехитрые рецептики. Кому интересно, могут увидеть это все на ее канале. Подошло время вечерней болталки. Она показала, что купила еще одну повязку. На мой взгляд, она слишком туга. Первая на ней смотрелась гораздо лучше. Может быть, за счет того, что она была более объемной, чем эта, и как-то свободнее на голове смотрелась. А эта сковала голову, как кольцо. Ну, по крайней мере, со стороны выглядит так, будто она и очень сильно давит. Также она купила небольшой крабик для какой-то там прически. Посмотрим, что она там еще придумала. Рассказала, что сходила она к эндокринологу и с чего начинает свой рассказ. Ей так понравилась клиника, но это неудивительно. Ведь там на первом этаже есть кафе. Человек даже не в состоянии отключиться от кафешной темы даже во время посещения больницы. В общем, щитовидка у нее все в порядке. Она давно говорила, что у нее какие-то спазмы в горле. Она думала, что это связано с нарушением работы щитовидной железы, но эти опасения не подтвердились. Врач сказал, что, возможно, это связано с позвоночником и теперь ей нужно пойти и проверить его. Но это будет когда-то потом, а сейчас пора начинать вечеринку, которую она так ждала. Закуски уже готовы, осталось только набодяжить коктейль с вином и колой. И понеслась душа в ад. Не только она увлечена этим праздником. Когда она возвращалась вечером домой, она видела достаточное количество наряженных, соответственно, этому празднику. Люди, взрослые, дети. Этот праздник, сказала Диана, потихоньку начинает у них приживаться. Как же люди подвержены стадным инстинктам, мыслят примитивно. Я вчера только говорила в обзоре. Главное для людей это весело. А что этот праздник на самом деле означает? Ради чего он празднуется? Им не интересно. И вот сейчас Диана говорит то же самое. Ну это прикольный праздник. Это забавно. Это весело. Люди сейчас готовы на все, чтобы поднять себе настроение. Ну и что, что чертовщина, другими словами. Главное убедить себя, что делается это только ради того, чтобы поднять себе настроение. Испытать радость. Печально, когда радость зависит от внешних факторов. Убери этот фактор. И вот уже перед нами глубоко несчастный человек. Ведь истинная радость, она же идет изнутри. Она в голове человека. Она не зависит от внешних каких-то условий. Ну бесполезно об этом говорить именно Диане. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok